Состоялось открытие монумента покорителям космоса в Москве. 4 октября 1964 года в Останкинском районе Москвы состоялось открытие монумента, ставшего высочайшим столицей во всем Советском Союзе и уступившего Пальму первенства по высоте лишь в 1995 году после открытия монумента Победы на Поклонной горе. Взмывающая в небо ракета, оставляющая за собой шлейф дыма. Именно так выглядит композиция монумента покорителям космоса, высота которого составляет 107 метров. Открытие памятника было приурочено к очередной годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, состоявшегося 4 октября 1957 года. Уже на следующий год был объявлен конкурс на монумент, в результате чего появилось около тысячи проектов, Более трехсот из которых были отобраны и представлены на выставке в Манеже. Первоначальный замысел, по которому монумент посвящался достижениям СССР и советского народа в освоении космоса, был откорректирован в процессе создания памятника, так как к моменту его открытия уже начались запуски пилотируемых космических кораблей. В результате он получил название «Покорителем космоса». Изменилось и место в Москве, где планировалось установить монумент. Сначала это были Ленинские горы. В качестве нового места выбрали пустырь возле ВДНХ. Среди тысяч проектов лучшим был назван проект архитекторов М. Барща, Н. Колчина, инженера, Л. Щипакина и скульптора, А. Файда Шакрандиевского. Этот и два проекта, занявших второе и третье место соответственно, обращались своей концепцией к теме запуска ракеты. В возведении монумента и даже в его судьбе сыграл свою роль и человек, бывший на тот момент ключевой фигурой в советской космонавтике, Сергей Королев. Именно благодаря ему был решен вопрос с оформлением гигантской параболы, изображающей шлейф газов, вырывающихся из рвущейся ввысь ракеты. Сначала планировалось выполнить этот элемент памятника из дымчатого стекла, но отсутствовало техническое решение выполнения этой идеи на практике. Королев предложил облицевать параболу отполированными листами титана. Он же добился решения разместить в последующем в основании монумента музей космонавтики. Помимо взмывающей в небо ракеты, оставляющей за собой шлейф газов, монумент включает в себя и памятник основоположнику космонавтики Константину Циолковскому, установленный перед стелобатом. Сам стелобат украшают горельефы, изображающие людей, внесших свой вклад в развитие ракетостроения и освоения космоса. Цитаты из новостей ТАСС, сообщающие о знаковых событиях в советской космонавтике, а также стихотворные строки Н. Грибачева, ставшие посвящением монумента. В 1967 году перед монументом был разбит парк селом Мемориальной аллеей Героев космоса. Ее украшают бюсты людей, благодаря которым Россия может по праву считаться лидером в освоении космического пространства. Среди них есть и ракетостроители, и космонавты. В 1981 году в основании монумента открылся Мемориальный музей космонавтики. Так была реализована еще одна идея выдающегося человека и ученого Сергея Королева.